Привет всем друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками из пластиковых бутылок очень простой капельный полив. За основу самоделки взял двухлитровые пластиковые бутылки. Этикетки с них нужно сорвать, они больше не понадобятся. Теперь понадобится газовая горелка. Небольшой гвоздь на горелке нужно раскалить. Сбоку в нижней части бутылок надо прожечь по небольшому отверстию. Здесь нужно быть поаккуратнее, чтобы не прожечь большое отверстие. Теперь понадобятся ватные палочки для ушей. Палочку нужно разрезать на две половины, таким образом, чтобы палочки оставались острые. Острым концом в прожженное отверстие палочку нужно вставить. Она должна входить в натяжку, как у меня. То же самое нужно сделать с другой бутылкой. Теперь понадобится суперклей и обыкновенная сода. Клей нужно нанести на прожженное отверстие вокруг палочки. Клей пока не высох, его нужно сразу посыпать содой. Сода с клеем вступает в реакцию и становится как камень. Таким образом, мы с вами придали герметичность. Теперь бутылки нужно заполнить водой. На горлышке бутылок накрутить крышки. Перед установкой капельный полив нужно проверить. Самодельный капельный полив готов. Пришло время его установить. В теплице как раз ему будет место. Возле каждого растения по бутылке нужно поставить. Таким образом, чтобы капли попадали на корневую систему. Чтобы отрегулировать интервал капель, достаточно на горловине бутылки крышку открутить или закрутить. Вся регулировка осуществляется подачей воздуха. Наверняка сейчас у вас возникнет вопрос. Насколько хватает этого капельного полива? Здесь уже зависит все от вас. С каким интервалом вы настроите капельный полив? Также очень много зависит от объема выбранной тары. Такую хитрость можно применить к 5, 10 литровым и даже 20 литровым баклажкам. Все зависит от вас. Если кто-то собрался куда-то уехать на пару дней и огород полить некому. Этот вариант как раз для вас. А если что-то вышло из строя, с легкостью можно сделать новый капельный полив. Кому хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!